Казахстанцы Глава Каспибанка Михаил Ламтадзе живо писал, как именно неграмотных казахстанцев собираются учить. В рамках ликбеза уже читают лекции в университетах, создают радио и телепрограммы, выпускают ролики. Деньги, время и силы на грандиозные проекты не жалеют. Возможно, это раскроет людям глаза на подводные камни в банковской сфере. Но вряд ли поможет выпутаться из клубка нынешних долговых проблем. Однако банкиру Ламтадзе как будто не до этого. Его состояние вряд ли пострадало от девальвации. Поэтому глава банка вполне может рассуждать о высоком. «Образование является самым главным активным. Вы, те из нас счастливые, в детях, например, самое главное для нас, это что мы можем вложить для того, чтобы они были у нас умные, красивые, успешные, позитивные, динамичные. И мы всегда говорим родителям о том, что образование является самым важным». Быть партнером Каспий Банка в финансовом ликбезе вызвался Международный центр экономической грамотности. В середине нулевых государство уже пыталось финансово подковать народ. Тогда создали целое госагентство, которое потратило миллиарды тенге. Академию возглавляла Гульмира Арбабаева. Сейчас она директор того самого Международного центра экономической грамотности. Чему тогда учили народ, неясно. Но бюджетные средства просадили с лихвой. Сейчас размах уже не тот, но обещания вновь льют целикой. «Это большая работа, которая должна вестись на всех уровнях, начиная от регулятора, заканчивая самими непосредственно потребителями финансовых услуг. Учить народ пользоваться банковскими услугами, безусловно, нужно. И прежде всего, внимательно читать договор. Однако сегодня, когда почти вся республика скована долгами, люди думают о том, как заработать, а не куда потратить. Продолжение следует... Продолжение следует...